Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией получены сведения о создании на территории Польши и Литвы военизированного экстремистского формирования «Посполитые орушения» и входящих в него так называемых «орогвий», которые действуют совместно с экстремистскими формированиями «Байпол», мобилизационный план «Перамога» и объединенный переходный кабинет, осуществляют деятельность по планированию, организации, подготовке и совершению посягательств на независимость, территориальную ценноственность, суверенитет, основы конституционного строя и общественной безопасности Республики Беларусь. В формирование входят лица, выехавшие за пределы Республики Беларусь, в том числе беглые преступники, после событий августа 2020 года. Основной упор делается на представителей белорусских диаспор, проживающих на территории этих стран. После получения соответствующей подготовки и в случае возвращения под благовидным предлогом на территорию нашей страны, эти лица могут использоваться для ведения диверсионной и туристической работы, особенно в целях дестабилизации обстановки внутри страны в период проведения электоральных кампаний в 2024-2025 годах. По материалам ГУБОПИК, Следственным комитетом 9 декабря 2022 года возбуждены и соединены в одном производстве уголовного дела по статье 361 Прим Уголовного кодекса в отношении Сахачика, Тихановской, Азарова и иных лиц, участвующих в деятельности данных экстремистских формирований. В настоящее время по уголовному делу проверяются более 200 лиц из числа так называемых диаспор. Подолжается оперативная работа по установлению лиц, участвующих в экстремистских инициативах, в том числе и по цифровым следам в сети интернет. По возвращению каждого из них в страну будут предприняты ищевывающие меры по квалификации их деяний.